снова всем здравствуйте хочу немножко ответить на вопросы по укоренению метельчатой гортензии зелеными черенками как я вам показывала после обрезки ставим воду вот вчера я обрезала little elf на улице стоял почки только-только набухли занесла в дом посмотрите как почки начинают раскрываться скоро в принципе буду его тоже черенковать а сейчас кто смотрит мои видео показывала что в кассетке в 4 на 4 я получила с трав береблосом и пинки промис пинки промис была более-менее толстенькие такие веточки на на одну пару почек обрезала она мне уже выдала две довольно длинные сантиметров по 12 2 по побега я вчера перес перевалила в больший объем в литровый горшок и вынесла в парник а с трав береблосом были очень тонкие побеги вот очень тоненькие что-то тут ждать видите какие почки тонюсенькие поэтому сразу я думала металась но в итоге я обрезала и смотрите сколько у меня обрезала ее пускай у нее будет один побег но он уже как бы такой понимаете будет покрепче чем был веник был очень много и я люблю формировать сразу и тут какой-то малыш растет надо он не надо как бы хватит мне и вот на этой на этом побеге моей этой стробере пускай нарастает но смотрите что интересно получилось уже из нее вот такой черенок ведь это первое брала он уже укоренился и из него я снова взяла видите верхушечную среду прищипнула и вот тут тоже укорененный посмотрите купила маленькие в белорусских рублях за 10 рублей это 4 доллара череночек еще у меня одна одна остров береблосом еще одна и вот тут посмотрите это снимала черенки попозже посмотрите сколько вот сейчас я приготовила посмотрим какие у нее корешочки и они уже прямо почти дорастают до своего материнского куста вот интересно даже посмотреть какие видите так сейчас посмотрим какие корешки дала некоторые говорят не получаются вот посмотрите вы оцените по моему очень хорошо видно вот посмотрите консистенцию вот этого грунта вот какая-то совершенно не залито видите вот он она сухая и когда уже вот есть корешки я даже не потеряла в своих вот этих джунглях черенкование я потеряла именно вот этот остров береблосом не знала где и даже не опрыскивала вот смотрите везде видно что очень рыхлая земля она у меня не утрамбована видите рыхлые корешки прям вот лезут лезут в эту рыхлую землю и каждый который мы не возьмем видите видно но очень вот прям вот она рыхлая совсем не утрамбована земля потом мы будем утрамбовывать а вот череночек даже видите он прищипнутый он прищипнутый насколько корневая хорошая система так ну в общем все 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 вот сейчас ведь насколько рыхлая теперь смотрите когда я я приготовила отдельные стаканчики каждому вот этому жильцу и смотрите мы должны при пикировке у некоторых не получается при пикировке должны создать те же условия грунт приблизительно должен быть вот такой может быть чуть-чуть вот посмотрите какой он я уже показывал видите вот он влажный я чувствую рукой влагу но он настолько рыхлый те же условия некоторые говорят я пересадила в отдельные стаканчики и они у меня благополучно сдохли создаем те же условия сильно пока корневую систему не заливаем потому что корни пока знаете они еще сильно землей не немножко подведает они привыкли быть в пакете во влажных условиях и видите они подведают поэтому создаем те же условия вот посадили мы в стаканчик грунт приблизительно вот такой рыхлый и снова завязываем в пакет вот как вам показать у меня вот посмотрите стоят которые недавно распекированные гортензии они у меня стоят в стаканчиках вот silver доллар как-то не хотел укореняться смотрите silver доллар он стоит у меня в пакете но пакет видите он развязаны если я вижу что он немножко ушки приложил значит я пакет завяжу если я вижу что в принципе он стоит солдатиком пакет я развязываю но все равно там какой-то микроклимат потому что мы же укореняем в домашних условиях конечно когда укореняют в тепличных они создают определенную влажность им легче в больших масштабах все это сделали все это укореняешь создал влажность при высокой влажности корешки очень хорошо нарастают и видите вот я вижу что корешки пошли расти но вот посмотрите на в принципе обратно мой грунт видите грунт я могу уже немножко пролить но он вот такой вот суховатый не нужно заливать корни вот пока такие среди нам кажется корни есть мы пересадили в стакан начнем поливать нет корешки могут могут корешки загнить могут загнить нижний листик лучше посадить вот в такой же ну по консистенции грунт вы можете уже брать кисло смешивать какой вы там будете смешивать да я уже пересаживаю некоторые в кислый грунт с добавлением вот этого терракульта и немножко удобрения просыпаю но то что чем больше вот эти череночки наши стоят вот у меня лично в пакете тем быстрее они дают корешки если вот только появились корешки и мы достанем вот сухое достанем сухое помещение дома знаете корешки замедляют ход и смотрите вот я это сегодня я только до 100 а это строкбери блоссом но вот еще skyfall и кстати его тоже сегодня только из пакета достала вот skyfall тоже только достала из пакета он довольно высоковатый я его долго приучала skyfall у меня не хотел долго приучаться посмотрите корни доходят до низа стакана но некоторые хотят вверх потому что влажное было вот тут вот они ту сюда хотят видите сейчас я достала они у меня стоят земля ведь я немножко их пролила но вот до такого состояния не до грязи у меня нету дырочек потому что было бы очень грязно в доме знаете я и так тут столько развела вот этого хозяйства своего вот когда в таком состоянии корешки они уже пойдут и будут искать питание сейчас еще покажу вот только достала из пакета не пару дней через пару дней пересажена в отдельные стаканчики некоторые вверх хотят но мы должны заставить я уже это повторяла должны заставить их пойти вниз и вот так снова видите рыхлый рыхлый грунт теперь смотрите некоторые говорят надо ли прямые солнечные лучи все таки я включаю подсветку вот у меня подсветка я жалюзи закрываю видите жалюзи чтобы прямые солнечные лучи не попадали если завязать плотно пакет и солнце попадает получается там очень жарко поэтому вот я вам и говорила что преимущество ранневесеннего черенкования в том что мы можем в доме регулировать температуру а когда вот лето и начинается жара тут очень надо быть внимательным с температурой видите в пакете они температура повысилась влажность большая черенки могут быстро быстро сдохнуть поэтому сейчас не сильно не усердствуем с опрыскиванием понимаете вот не опрыскиваем сильно сейчас я покажу еще черенки серии пан я недавно говорила что я их приобрела вот сейчас остановлю на паузу найду покажу в каком они виде а вот это череночки гортензии панфлора я совсем недавно получила пока они стояли в воде дали побеги и уже ой не фокусирую сама себя посмотрите уже можно видеть что есть корешочек будет не фокусируется но видите уже маленький корешочек они у меня стоят тут как солдатики вот видно тут еще может не корешочки но они вот как солдатики снова грунт видите вот главное рыхлость вот этого грунта как только некоторые я смотрю показываю сейчас утрамбовывают грунт берут грунт свой из огорода знаете я такой не беру может быть у них такие такой опыт есть я все-таки я понимаю что для меня важность вот этого рыхлость грунта и не залитость как только я начинаю заливать сразу начинают листочки склеивается листочки на и знаете у меня тоже бывают вот и в некоторых где-то я не досмотрела попали не вовремя закрыла жалюзи попало солнце они начинают подвариваться а вот в таком состоянии вот сейчас я их снова верну солдатиками и могу чуть-чуть опрыснуть а так они в прекрасном состоянии вот это моя панфлора вот что хотела сказать поэтому после пересадки ставим снова в пакет и не стремимся достать если у вас этих череночков немного вместо у вас хватает пускай они постоят в пакетах еще они быстрее там начинают расти чем мы уже вот когда и достаем и они как бы на своих корешках питается вот у меня их очень много поэтому я нити тут такой бурелом как бы у меня их много поэтому я долго их в пакетах держать не могу а вот именно а вот именно в тех этих ой с фикс прайса таких емкостях у меня не получается я забываю их не забываю и когда иду на работу целый день нету не могу их проветривать а когда они завязаны вот посмотрите они так на один узел слегка у них есть какая-то и вентиляции одновременно эти и воздух заходит и если жарко тут она выходит а если уже закрыл этот пакет не пакета крышку даже приоткрыл с одной стороны воздух с другой нет а у меня вот они все вот так вот на свободный узел завязаны все вот что я не смотрю все на свободном таком узле в общем сейчас буду по отдельным видите немножко подвядают эти строк береблосом они хотят снова во влажную среду буду по отдельным стаканчиком грунт такой же консистенции вот такой же и обрызну по листу и завяжу на слабый такой узелок и под подсветку будут они стоять пока я не увижу вот такие хорошие корешки в стаканчике тогда их только впущу большое плавание на свои корни в общем спасибо дорогие друзья ну и до свидания до новых встреч сниму еще сегодня видео о нормировании в теплице большие уже побеги о нормировке метельчатых гортензий до свидания